Процесс довольно занудный, как любой судебный процесс. И каждый день у нас присутствует почти полный зал. Когда-то больше, когда-то меньше. Но я рад, что я вижу и известных личностей узнаваемых, медийных, и известных правозащитников. И вообще много неравнодушных людей. И, конечно, мы всем этим людям очень благодарны. Это первый момент. Ну а второй момент, то же самое, что мы видим последние несколько дней. ОМОН гоняет и бьет людей. Вот все. Собственно, вот и все видеозаписи. Практически на всех видеозаписях отсутствует какая-либо привязка к месту, времени, к дате, к лицам, к событиям. Никаких оснований нет полагать, что это 6 мая, Болотная площадь. Непонятно, из какого источника полученные. На видеозаписи какие-то обозначения отсутствуют. Неизвестно, как суд это истрактует. Но, во всяком случае, по крайней мере, я всех приглашаю, особенно охранителей, особенно противников наших подзащитных, прийти в суд и убедиться. Вот асфальт, я все жду, когда полетит асфальт на 28 миллионов, или хотя бы один кусочек асфальта, когда полетит. Пластиковые бутылки видел, бумаги какие-то видел, даже видел древкие эти удочки. Но асфальта пока не было. Я хотел бы привести аналогию с делом по Манежке. Если помните, 11 декабря 2010 года. Там все было намного жестче. Там действительно лед, елочные игрушки и прочее летели шквалом. Но там, видимо, контингент был тот, который власти считают своими. Вообще мы чувствуем, что отношение к процессу меняется. Мы с коллегами так вот советуемся. Это не только мое субъективное ощущение. И мы надеемся, что все, в том числе и власти, поймут, что этот процесс, он только дискредитирует Россию. Нет никакого в нем реального смысла. Спасибо.